Я начну с рождения и смерти, а потом как пойдет. Мне очень важно как-то всегда зарифмовать. Все, что я читаю, если кто-то слышал эти стихи раньше, то пусть на меня не сердятся, потому что читаю я повторяю редко и новые стихи вообще не читаю годами, пока сама это не услышу внутри себя. Творение рождения посвящено моему любимому старшему внуку Абриану. Мне шесть утра, пришла пора покинуть первозданный мурок, где нет сегодня и вчера. Мне шесть пятнадцать, тридцать, сорок. Мне неповадно, валко-шатко, мир безнадежно переврет. Какая боль, какая схватка сопровождала мой черед. Все ближе свет, проход все уже, все неустойчивее штатив. О том, что ждет меня снаружи, я не имею директив. Но добытильные видения, в залог, схороненный мной, на самом дне, на дне рождения, не отберутся на проходной. Тут интересно, с этим я начала читать с этого стихотворения, не спроста, а потому что интересная вещь. Вот, скажем, эту книгу я назвала «Черед», собственно, в честь этого стихотворения. Какая боль, какая схватка сопровождала мой черед. Только когда замечательный поэт Алексей Иванович писал аннотацию к моей книге, мне пришло в голову, что, конечно же, первое, что приходит на ум любому человеку, это строчка цветаевая моим стихам, как драгоценным вином. Но, вид бог, я об этом не думала. Это, видимо, какой-то феномен авторской глухоты, смешной. Если смерть панацея от скрипа дивана, то пускай не нервана, но все без обмана, гильотина от насморка, слово от дела, мать учения, мать часть повторять надоела, а по новой учить, не сварение мозга получить, пока в бочке не вымокла розга, и не вычислить ни за какие ковришки. Кто гуляет в шиншиловом скромном пальтишке, возглавляет она комитет колымажерный, или зам по развитию шкуры продажной, или пресс-секретутка развесистой сети, или просто овца. Разберутся и дети, что к чему, и какая летит иномарка, и какого нам ждать каменинам подарка. Это знал ее непосредственный грумер, только вот поскрепил-поскрепил, да и умер. Я одна, ни мур-мур, ни тум-тум в этом рынке, ни сень пороха, ни опиатной росинки. Меня не любит зеркало одно, лицо мое в нем жалко и грешно, крива фигура коробом одежи, А ведь в иное поглядишь стекло, не ах, конечно, но в глазах светло, и не крива пословичная рожа. Зачем опять я подхожу к нему, пристрастному к уродству моему, раскрывшему обман благообразия? Зачем тимократно каму в эту тьму, и глаз не отведу ни в коем разе? Чтоб жидкой ртутью смоченный металл предательски врасплох меня застал и мертвенно отобразил на глади, Насильно мил не будешь и не лезь. Вся правда о тебе таится здесь, в нелюбящем, отсутствующем взгляде. Гопник, срезавший мой кошелек под прострацией злую сурдину, не пришел и со мной не возлег отристалища и поединка. Не особенно я молода, чтобы требовать лаской свиданий, но еще завожусь иногда, если высплюсь и выпарюсь в бане. Божий бич, говорю, не с меня, не полслова в приветствии гунном, значит, снова избрал ты меня, предпочтяй богатым и юным, Как бы свился с привоем подвой, жаль, что нервность убойная сила. Не побрезгуй, рискни головой, поцелуй меня, новый оттила, не печалься, что нет куража. Сколько раз под покровом либидо начиналось родство с грабежа, а любовь начиналась с обиды. Голливудский отвалится китч и останется детский затылок. Так куда ж ты бежишь, божий бич, или нещедро тебе заплатила? И куда ты звонишь наугад, отлистав телефонный двухтомник, и толкаешь, и пальцы дрожат. Мой жетончик в монетоприемник. Театрализовала транспорт тесный, компания глухонемых детей, Своей беседой бурно-бессловесной и вопиющей пластикой своей. Заворожила эта пантомима всех говорящих, слышащих вокруг, Без помощи костюма или грима, а лишь усилием мышц лица и рук. Здесь не было повторов и дефектов, или манеры подбирать слова, Ни оговорок и ни диалектов, того, чем речь изустная жива. Здесь монолога не перебивали, был цепок каждый взгляд и не дремал. Глухонемые дети ликовали, когда их собеседник понимал. Они сошли на остановке нужной, на ходу моих коснулись плеч, И вдруг я ощутила, как натужно стремятся связки звук живой извлечь. За все, за все меня прости, за регистрацию компьютеров в сети, За хромосом набор, за выборов итоги, За куст друг локую, за пробки на дороге. Еще за то меня прости, что трепыхаясь в бережной горсти, Тебя сомнением себя не утруждаю, Безоговорочно факт спама подтверждаю. Китиш, эпикрус такой поэт, не дорожи любовью народной. Живешь, день на день не приходится, Ныряешь из дерьма в болото Своей единоличной хортицы, А ведь поговорить охота. Хоть в пику жизни очарованный, Дебильный глянцевой раскраской, Тяжелой прозою рифмованный, Как завещал старик Некрасов. Ах, да чего не алконостая, Несиренная правит племя, Хоть про лихие девяностые, Не понимаю, чем не время, Чем оно хуже всех проглотистых, Что в базу данных не забили, Унылых и неповоротистых. Что до меня, Меня любили тогда не только Мены с дринками И женами на пересменке, Но целыми пластами, Рынками оптовыми И без наценки, Где от подлодки и до рифчика Все покупалось, продавалось, Где, глядь, читай, Открыла ричика, Олеся вдрызг расколдовалась. Когда теперь скольжу по вывескам Под кризисный тихушный кипиш, Я рынок лицезрю На киевском вокзале Под названием «Китиш». Я вспоминаю эту символику, Тектонику и биомассу, Там наливали алкоголику, С бомжом делились, Пусть не в кассу Веселые экспроприаторы Несли, а боссу заносили, Но олигархи-аллигаторы Еще Украину от России Не оторвали окончательно, Бесповоротно не отгрызли. Какие пироги Зайчатиной, Какие радужные мысли, Не знаю, чем я им потрафила, Предвестником сарданопала, Но молодая злая мафия Кричала «Ты куда пропала?» И улыбалась белозубая, Когда оттерлась у лабазов. О да, торговля штука грубая, Особенно без прибамбасов, Маркетинга или промоушена, Рекламных пестрых выживанок, Но выживание правомочное, Как лужик тех и молдаванок, Чьи горло сутрица промочены, Милей мне нынешних обманок. Парад всеобщей безысходности Мне горше старческой горсткой Уцепленной, без срока годности Жратвы диковинной заморской. Куда пропала я? А вы-то где? Оксанки, Василинки, Таньки? Куда девались, Квящей выгоде? В путанки подались? Или в няньки? Где ваше упование дошлое Насчет разживинки? Оно, как мое прошлое, В пыль снесено. О, счастье полууголовное, Ты стертому подобно файлу, С артелью женской рыболовную, С полупудовую кефалью, И с опустелыми руками, И с колотыми плавниками. Оставим разговоры на вечер, И я примкну к беседе пылкой, Я выгодно вложила в аучер. Я тоже разживусь с бутылкой, Мы не изменим соприродности, Не поместим, как наши внуки, С использованным сроком годности Историю во лженауке Не жилки нам на этом прииске. Да что сквозь слез Близи увидишь? Куда пропал Вокзал мой киевский? Надежды затонувшие китишь. По опросам среди трендов модных Впереди железный купорос, Не стреляют, И на летний отдых здесь царит Ажиотажный спрос. Двушка здесь дешевле, чем однушка, Мэр здесь душка, И в чести порнушка, Жалко в щелку не видать низги, А на тему будет ли войнушка, Даже и помыслить не моги, И не смей об этом заикаться На малопонятном языке. Пусть жестковолосый Камикадзе пьет Свою последнее саке. Никогда не ведаю часа пояса, Даже малой разницы не ухватываю, В закромах копаясь, В скудах роясь, Пол седьмое или там пол девятое, До темнадцати меньше, Чем до светлацати. Вот и все, что можно сказать, Пожалуй, Предлецом сумятицы, Циферплатицы, Ноги свесить, Время, где твоя жала, Если стрелки есть, Значит, есть и стрелочник, Мозаичник, плиточник и отделочник, Если зелень прыгает электронная, В этом что-нибудь надо искать резонное, Оставаться с таком, Кривиться тиками, Расспросив о роли судьбу-ампуку, Допытав ее под какими никами, Здесь плагины грузят любовь, разлуку, Чем отлично рыбия от старческого дыхания, Или млечный путь, От пути дыхательного, Или массовое сознание, От фриктивного, Бессознательного. Хочешь знать обо мне еще больше? Изволь. Я живу, как в открытом окне, Проверяется имя моей пароль, На сиреневом влажном огне, На такой глубине совершается боль, Что наружу выходит лишь камень-то соль, Лишь безмолвие рвется вовне, Создавая отскок, рикошет, карамболь. Что еще хочешь знать обо мне? Ну вот, если кто-нибудь вам хочет еще что-нибудь знать, Пожалуйста, спрашивайте. Это еще можно учить? Да можно, конечно. Сейчас нужно займем тогда. Олег, включай телефон, заходи. За злые хидные скриптуры, И за медийный яд. Пойдем на вы, пойдем на ты, А далее царьград, А там Кувейт, А там Китай, Где миллиард с лихвой, Но сколько шапку не кидай, Ответишь головой. Какая жесть, Какая честь, Филологическая месть За этот мат, За банкомат, За этот чат, Где все кончат. Кто против нас не воевал, Тем в рот Рахат луком. Мы будем говорить Схинвал, Писать батон, Суху. Лишь судьи остались до зрителей, Букмекеры или фанаты, Все ясно, Сменились носители, Назрели другие форматы, А форвард, Он, как виноградину, Раскатывал мяч, Не грубя, И всаживал Под перекладин, В падении, Через себя. И в Азии закат, И в Африке затакт, Великий пост подкат, Успенский пост подкат, Ученый массовет Ломается, как хлюст, Пристанет мясовет, Начнется мясопуст. Нечисто, командир, Был выполнен подкат, И пост номер один, Подкат, 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 То на спину ложись, А то ничком, Как вор, Подкатом бьется жизнь, И хошь, не хошь, Ридмор, С каких спустившись гор, Присталь к высюкам, Ридмор и Невермор, Секам, Упал Секам, Какой заплечный Кат Нас всех убрал Подкат. Попробуй долбись, Попробуй доберись, До сладости в халве, До истины в молве. Лавы, Моя баба, Лавы. Человеческий рот Измельчал, Как урюк, Перед схваткой Каско-сосаго, Сослуживец отца Говорил, Я курю Папиросы Лишь сорта Чужаго. А баталия Между Рено и Пежо Столь масштабна И бескомпромиссна, Что надуешь желбак, Погрозишься Ужоу И останешься Без организма. Черномырт говорит, Шестерит Черномор, Тридцать Витязей Бьют Соколами, Телевизор Гудит И берет Наизмор Перхоть Люту Закон о рекламе, А чужаго, Желаго Всего Ничего. Вон сидят, Наблюдают они, Кто кого, Хитрого, Дурного, Дурного, Хитрого. И опять Избел. Ну вот, еще, пожалуй, Такое, прочно. Слезами радости Монагеры не плачут, Засядут в офисы, Чего-то там толмачат. И как в ноздрю Казак Упихивает Донник, Они пырком Толкают стилус В наладонник, Их тянет в офис, Что за топос, Что за топос этот офис, Быть может, Быть может, Кейтеринг, Кейтеринг пойдет И тем, И этим, Быть может, Маркетинг, А может быть, Маркетинг. А то придумали А то придумали А то придумали франчайзинг, А не послать А не послать все нахер. Что я манагер? И что мне он манагер? Ведь слезы радости Совсем другое дело. Я имя плакала, И через них были дела. На мир не в фокусе, На небо без предела. Спасибо. А у меня вот такой, Может быть, Странный вопрос, Может быть, Он какой-нибудь наивный очень, Да? Вот я родилась в Москве, Вы в Тамбуре. Я закончила МГПИ, Вы закончили Тамбурский. То же самое. То же самое, да? Вот если бы Вы родились в Москве, А не в Тамбуре, Была бы какая-то, Вот мне, Может быть, Чего-то не было бы в стихах, Или наоборот. Можно на такой вопрос, Что дает Тамбурский. Знаете, я боюсь, Что я спередилась в Москве, И я не занималась бы Такими глупостями. Сделала бы карьеру какую-нибудь. Я на самом деле, Я очень хотела Заниматься наукой, Лингвистикой. И серьезно хотела ей заниматься. И честно вам скажу, Я всегда считала, Пафос приходит потом с возрастом. В принципе, я всегда считала поэзию. Очень интимным делом. И я всегда хотела заниматься чем-то полезным. Не только для себя. Но, во-первых, Это сложно было сделать. По ряд причин. В том числе, потому, Что для того, Чтобы поступить в аспирантуру, Нужно было иметь несколько другую биографию, Репутацию, чем у меня. А потом надо было вступить в партию. А я даже в комсомоле не была. Это все было очень сложно. Почти неисполнено. Вот. Поэтому у меня ничего просто не осталось. Выбора не оставалось. Досуг был огромный. Теперешняя жизнь отличается от прежней, А как раз отсутствием досуга. Прежде всего, У молодых людей. Мне кажется, что юность, Это пора прекрасной праздности. Очень плодотворной праздности. Вот у меня ее было Немеренное количество. Другое, потому что она затянулась. Совершенно. По-идиотски. Но это тоже не вполне моя вина. Но там, знаете, Там было тише, чем в Москве. Были прочтены все книги. И я не думаю, что мы от чего-то отставали. Потому что плацкарта стоила Два рубля. До Москвы. Мы ездили, конечно, на все премьеры И на все тусовки, которые были тогда. И слушали ту же музыку. И те же сквозь грушевки Вражеские голоса. Которые тоже слушали в основном Все в Новгороде. Честно вам признаюсь. А вовсе не политические. Поэтому я, конечно, не знаю. Не могу ответить точно на вопрос, Что было бы со мной. Тем более, что Еще одна подробность такая. Знаете, на самом деле Каким-то чудом не родилась в Москве. Потому что мой отец Коренной москвич. Просто когда он вернулся После войны Его здесь не прописали. Как ни странно. Потому что он был не в действующей армии А в кадрированном полку. И поэтому Они с мамой переехали в Тамбов. Где там жили наши родственники. А так я и глядишь И в Москве родилась. Ну что теперь об этом говорить. А вот язык. Вот есть ли что-то такое Специфическое тамбовское. Нет, у меня полно Специфическое тамбовского. Особенно в каких-то Моих фольклорных вещах. Безусловно. Надо сказать, что... Франчайзинг, франчайзинг. Да, франчайзинг, лизингинг. Почему мы никогда не высказывали Что тамбовское в Москве. Нет, полно. Просто целые пласты. Это в больших вещах У меня, значит, Это много. Во-первых, во-вторых, В Тамбове Как вам сказать? Там нет Никогда не было Такого специфического диалекта Тамбовского. Но был набор Слов, которые Я не встречала нигде. Скажем. Я нигде не слышала В мире Что помидоры Называли мидорами. Почему-то Бовчане решили Так это сократить. Я не знаю. Я нигде не слышала Глагола колготиться Вместо волноваться Или беспокоиться. И так далее. Ну, видите. Ну, вот видите. Вы не желали На скверности съездить? Там вообще Переводчики. Я много раз была В Ванской области. Вот. Ну, Дело в том, Что язык На мой взгляд Язык поэту Выдаётся Ну, как Некий бонус К способностям Поэтическим Или к дарованию Если таковое присутствует. А потом он просто По мере жизни Развивается Или глохнет. Вот и всё. Я Не знаю. Я люблю писать На разных языках. То, что я читала сегодня Там вы поняли уже Поиронизировали По этому поводу. В принципе, Поскольку я всё-таки Филолог Я надеюсь, Что я владею Достаточным объёмом Русского языка Когда Мне говорят там, Что мой язык сложный Или там какой-то Переусложнённый Мне кажется, Что это просто Некая леность. Потому что носитель языка Как мне кажется Должен знать его В максимальном объёме. Тот язык, На котором он говорит, А тем более пишет. Вот всё. А в принципе Русский язык Молод, И он продолжает развиваться. И до сих пор Их несколько. Совершенно правильно Вы сказали, Что можно В Ивановской области Ездить И там Со словарём Разговаривать Или слушать А Пусковскую И другим словарём И так далее. Это говорит только о том, Что язык находится В процессе развития. Это разменяет бесконечную работу. Бесконечную. Например, В старых европейских языках Конечно, Такого процесса уже нет. Скажем. Не знаю. По словам, Достатки Андрея Битова Очень писательный. Достаточно. Он сейчас, Как все питерцы, Живёт в Москве На Красноземке. Но он, В общем-то, Очень так, Не очень-то Оптимистично Говорил О могуществе Нашего языка. Ну, У меня очень сложно За Битова. С падением империи Он имел в виду, Что вот падают империи Все вот И язык, Как бы, Становится таким Достаточно Глобальным. Вот как получилось С этим самым С Англией И он И английский язык Занял своё место. Я, разумеется, Не могу отвечать За то, Что сказал Битов. У меня Совершенно другое мнение Значит, С того, Что пока России Такой процесс Не грозит. И для этого Достаточно Просто отъехать За московскую Кольцевую автодорогу И послушать, Как говорят люди. И мне кажется, Что Если поэзия Действительно Уходит Из Общепотребительной Практики, Да, Если меньше Стали читать, Если это правда, Я в чем-то Далеко не уверена. Но От этого Язык русский Не стал Менее поэтичным И То, Что я слышу Даже в электричке В которой Езжу Практически Каждый день Меня никак Не убеждает В обратном Люди С потрясающей Реакцией На все происходящее И Люди, Говорящие По-русски Они Остаются На мой взгляд Преимущественно Вербальные То есть Они Мир Познают Путем Преломления Его В речи То есть Через языковое Мышление Вот В общем Я не вижу Пока ничего Угрожающего Чему-чему А уж Русскому языку Точно Мне кажется Что никакие Глобальные Экономические Рефинансовые Потрясения К языку Не имеют Ровно Никакого Отношения Скорее Наоборот Скорее Наоборот Чем хуже Тем лучше А лизинг Не помешает? Нет Не помешает Опять же Русский язык Восприимчив И Если Смешно Сейчас говорить Повторять Какие-то Азбучные Истины О том Сколько слов Пришло В русский язык От Пушкина Которых Там талон И фраг Желел Всех этих слов По-русски нет Дело в том Что это становится Фактом языка И для меня Скажем Сегодняшний Компьютерный язык Становится фактом Русского языка И я вижу И слышу Какой потрясающий Идет процесс Да Там в той же сети Как люди Экспериментируют Как они Самовыражаются В этом новом языке И В этом бездна поэзии Я в восторге Вы считаете Что под столом Это бездна поэзии Ржу не могу Под столом Стандартный Компьютерный язык Нет Это не стандартный Компьютерный язык Это Это вообще безобразно Ржу не могу Под столом Ну во-первых Ну во-первых Простите меня Простите меня Это Так сказать Уже ушедшее Ушедшее в прошлое Скажем так Сетилогема Так говорили Года три Или четыре назад Сейчас совершенно Уже другие Там Там все Ну что ж Лучше или хуже Я думаю Что не нам судить Это Обновление языка Происходит очень часто Как обновление организма Через болезни И через Всякие там Нарывы И воспаления Ничего страшного Уверяю вас Что русский язык Не такое перемалывал И это перемелет И выйдет Обновленным И Возрожденным И Он продолжает давать Мировому сленгу Огромное количество Единиц речи Огромное Понимаете Чего уж там говорить Во всех портах Моряки ругаются По-русски До сих пор Это не предмет гордости Но это предмет Разговора о том Насколько язык Русский язык Животворен Насколько он обогащает Все Другие наречия Человеческие Даже если мы сравним Язык протокопа Вакуума И Пушкина Совершенно верно Это просто Это упоительно Это сравнивать Нет Совершенно верно Обыкновенные русские слова Он был Во всяком случае По-другому Сейчас Он был очень моральный человек И я думаю Что он Не бил Свою жену А Пушкин Как я В современности Как Нас разбирают Очень многие Известных Личностей И уже В рабочем порядке Он теперь Меня не бил Он мне машину подарил Хотя говорили Что Я хочу сказать Когда пишут Игулян Охреневаю Охреневаю Я знаю И масса таких Мне кажется Что Все-таки Это не предмет Любое Никакое Уродство На свете Не есть предмет Для полемики Это Норма Это просто уродство Нигде и никогда Нормой Оно не станет Я вам скажу Следующее Я вам скажу Следующее Я очень много Занималась Компьютерным Сленгом Последние годы И я поняла Простую вещь Мне То что вы говорите Это Абсолютно Локальное Явление Так называемый Подонковский Язык Значит Если вы хотите Знать То этот язык Подонковский Или Олбанский Как они его Называют На самом деле Придумал Замечательный Авангардист Лея Зданевич Он придумал В 20-е годы Ребята наши В интернете Настолько продвинуты Что они В 90-е годы В начале нулевых Его вспомнили И развили Я вам скажу Одну простую вещь Значит Наши законсервированные Школьные правила Правописания То что вы говорите Относится всего На все к правописанию А вовсе Не к ярускому языку Да Это консервация Правописания Происходит в школе Которая вдалбливается В виде Совершенно мертвых Правил И которая тоже Никак не способствует Тому чтобы Школьники Овладевали Огромной массой Массивом русского языка Многообразного Которое Недаром Ходосевич Назал Волшебным Волшебство русского языка В том Что словотворчество Продолжается Безгранично До сих пор Во все стороны Нигде Невозможно Нигде Наставить столько Приставок Суффиксов И окончаний Раздвинуть слово Потом его сдвинуть Как гармошка И так далее То что вы говорите Это элементарный Подростковый Пусть затянувшийся Процесс Протеста Против Значит Чудовищных Чудовищных Правил Чудовищных методик Преподавания русского языка В школе Это пройдет Литературы Да Литературы Тем более Но это вообще Это сорокалетние Это сорокалетние Не занимавшиеся Этим Затеризмом Да Тут я с вами согласна Сорокалетние Ну что ж Я Понимаете в чем дело Я не могу проверить И не собираюсь проверять Возрастные Параметры Мне не надо проверять У меня ребенок Сорокалетний Есть Который В мотоскоме Тоже работает Знаете Я Как несостоявшийся Лингвист Привыкла Все проверять Вот Поэтому проверить Всех я не могу Но я продолжаю Наставить на своем Что это Всего-навсего Локальная Локальная игра Это игра И не более того Если вы думаете Что большинство Из этих людей Не знают Как пишется Слово Охреневаю Вы ошибаетесь Они знают И пишут нарочно Вот для того Чтобы мы с вами Сейчас Потратили Столько нашего Драгоценного времени На обсуждение Этой проблемы Я думаю Имеет право Иосиф Сакович Иосиф Сакович Я думаю Что наши гости Марина Кузимова Имеет право На свое мнение Ради Бога Да Я думаю Спасибо Между прочим Вы знаете Я читала Эту книжку Черед Этим летом И в общем Сильные переживания За один день Я прочитать не смогла Кажется Книжка небольшая Ее надо читать Долго И даже До слез Поэтому я Очень советую Всем Эту книжку Прочитать Я попробовала Найти ее В интернете Ну просто подумала Может можно скачать Нет Я не Не выкладывала Невозможная вещь Вообще Стихов Марина Кузимова Мы сегодня Получится В интернете Нет уж Если я куда прихожу То конечно Там уж я показываю себя Понимаете С лучшей стороны Вообще Я страшно скупа Скорее На своих Ни ризинга Ни креветку Мы не боимся Я надеюсь Спасибо вам Все Вы получите Отправы Судим Спасибо 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 Спасибо